Эврикус. Уникальные игровые механики и локализации международных бестселлеров. Черная овечка – это небольшая карточная игра про милых животных с элементами риска и удачи. У животных в зоопарке выходной, и они собираются в небольшие группы, чтобы пообщаться и повеселиться. Но все почему-то боятся столкнуться с черной овечкой. Игроки вытягивают друг у друга карточки с руки, собирая в своих зоопарках различных животных. От трех животных образуют группу. Цель игры – первым собрать в своем зоопарке победное число групп. Чтобы начать игру, положите в центре стола карточку водопоя. В зависимости от числа игроков нужно подготовить карты животных. Например, мы играем втроем, значит нужно отложить для игры три черные овечки, два орла, одного крота и одну сороку-воровку. Обычных животных нужно взять от единицы до двенадцати. Эти карты с номерами от тринадцати до шестнадцати при игре на троих нам не потребуются. Карты обычных животных перемешиваются и сдаются каждому игроку по пять штук, или по шесть при игре вдвоем. Оставшиеся положите лицом вниз рядом с водопоем. Теперь подготовим особых животных. Каждому игроку нужно сдать по одной черной овечке. Карту сороки-воровки положите рядом со стопкой животных. Она войдет в игру при определенных условиях. Остальные карточки особых животных перемешаем и сдадим по одной каждому игроку. Все карты в руке игроки держат в секрете от остальных. Игроки ходят по очереди по часовой стрелке. В свой ход активный игрок выбирает любого другого игрока и вытягивает карточки из его руки по одной карточке за раз. Все вытянутые карточки кладутся рядом с карточкой водопоя в линию. Ход активного игрока заканчивается в двух случаях. Вынуждено. Если активный игрок вытянул у другого игрока карточку черной овечки. В этом случае активный игрок возвращает карточку владельцу. А все ранее вытянутые карточки, лежащие рядом с водопоем, берет себе в руку. Или ход можно закончить добровольно. В любой момент, до того, как будет вытянута черная овечка, игрок говорит, что останавливается. Точно так же забирает себе все вытянутые карточки, лежащие у водопоя, в руку. И может выложить несколько карточек обычных животных на стол перед собой в свой зоопарк. Заканчивая ход добровольно, то есть вовремя остановившись, вы получите возможность добавить карты в свой зоопарк. Количество карт, которые можно выложить в свой зоопарк, равно количеству вытянутых карточек минус 2. То есть если я сейчас остановлюсь и заберу эти карты, то выложить перед собой я смогу только одну. Для размещения в зоопарке можно выбрать любые карточки обычных животных из своей руки. То есть не обязательно выкладывать сразу группу животных. Карты выкладываются лицом вверх, разделяя на виды. Зоопарк игрока может содержать любое количество карточек или групп животных. Особых животных помещать в зоопарк нельзя. В конце хода любого игрока все игроки, у кого в руке оказалось меньше 7 карт или 8 при игре вдвоем, добирают из стопки животных карточки до 7 или 8 при игре вдвоем. Причем игрок, сидящий слева от активного игрока, добирает карточки первым. У него сейчас 6, нужно добрать одну карту. Если стопка животных закончилась, то продолжайте игру, не добирая карт. Как только игрок соберет в своем зоопарке необходимое для победы число групп животных, то он сразу же выигрывает. Но все это было бы не так весело и интересно, если бы не свойства особых животных. Что это за свойства? Давайте разберем. Когда активный игрок вытягивает из руки другого игрока карточку особого животного, ну, кроме карточки черной овечки. Вот, например, я вытащил орла. Он также размещает карточку особого животного рядом с водопоем. Эта карточка учитывается в общем количестве животных у водопоя. То есть, если игрок захочет, например, добровольно остановиться, то он сможет выложить в зоопарк, в нашем примере сейчас это будет одно животное, 3 минус 2. Далее работает свойства особого животного. Но, вытянув орла, активный игрок может выбрать любого другого игрока и спросить, есть ли у него то или иное обычное животное. Например, Иван, у тебя есть тигр? Если у игрока есть это животное в руке, он должен положить его карточку рядом с водопоем, после чего активный игрок продолжает свой ход. Если у игрока нет запрошенного животного, то ход активного игрока на этом сразу же заканчивается. Он забирает всех животных из водопоя и может также выложить животных в свой зоопарк по обычным правилам. Но помните, что даже если вы вытащили орла, вы можете не спрашивать, не запрашивать животного у другого, если не хотите рисковать и спокойно продолжить свой ход. Вытянув крота, игрок может посмотреть все карточки в руке игрока, у которого его вытянул, после чего он может взять одну из его карточек с обычным животным и положить ее рядом с водопоем. После чего продолжить свой ход. Сорока-воровка в начале игры отложена в сторону, и она входит в игру только когда впервые произойдет одно или сразу оба следующих события. Первое. Игрок разместит в своем зоопарке третий вид животных. Или же игрок разместит в своем зоопарке животное, которое уже есть в зоопарке другого игрока. Игрок, который выполнил любое из этих условий, забирает карточку сороки-воровки в свою руку. Когда активный игрок, допустим вот этот игрок, вытащил карточку сороки-воровки, он также кладет ее перед водопоем. Затем активный игрок может забрать одну карточку обычного животного из зоопарка любого другого игрока и положить ее рядом с водопоем. После чего продолжить свой ход. Опытным игрокам предлагается сыграть с тремя дополнительными карточками особых животных. Во время подготовки к игре отложите в сторону три карты орлов, двух кротов, одну белую овечку, одну овечку-маму и одного волка. Теперь каждый игрок выбирает по одной карточке из этого набора. Причем порядок выбора не важен. Оставшиеся карты особых животных уберите обратно в коробку. Если игрок вытянул другого белую овечку, то он кладет ее рядом с водопоем, как обычно. А вот игрок, у которого вытянули белую овечку, может выложить любую карточку обычного животного из своей руки в зоопарк. При этом также могут выполниться условия, необходимые для получения карточки сороки-воровки. Или игрок даже может выиграть игру. Если активный игрок вытянул овечку-маму, он может сразу же взять верхнюю карточку из стопки животных и положить эту карточку и карточку овечки-мамы у водопоя. Если стопка животных закончилась, то у водопоя размещается только овечка-мама. Если активный игрок раскрыл карточку волка, то игрок, у которого вытянули волка, забирает все карточки из водопоя и кладет их перед собой. Обратите внимание, не забирает в руку, а выкладывает перед собой. После чего активный игрок продолжает ход. Волк остается у водопоя. Что это значит? То есть вот эти карты, которых съел волк, активный игрок сейчас уже вытащить из руки у того же игрока не может. И только в конце этого хода игрок, у которого вытянули волка, забирает все лежащие перед ним карточки себе в руку. Черная овечка относится к играм с элементами риска. Можно сказать, что это игра на жадность с большой долей случайности. Однако здесь имеет место просчет. Вам придется прикидывать вероятности и идти на риск осознанно. Если, конечно, хотите победить. Игра подойдет как для вечеринок с друзьями, так и для игры в кругу семьи. И подарит массу веселья. А на этом все. Играйте в те игры, которые вам нравятся. С вами был Филипп. С любовью канал Твой Игровой. Пока.